Вчера вечером 16 ноября в 17.37 в пожарную службу поступила информация о возгорании Белоярской крепости. На момент прибытия пожарных служб огонь был на крыше и стенах второго этажа. Сдавалась угроза перехода огня на соседние строения, но этого не произошло и пожар был ликвидирован за 30 минут. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет. На тушение пожара привлекали 7 человек личного состава, 3 пожарных автоцистерны. Крыша полностью, получается, песовая сгорела. Облам тоже сильно обгорел внутри самого помещения. Вещи внутри сгорели, то есть то, что у нас костюмы были, оружие у нас были, домашние предметы были, то есть это тоже, к сожалению, сгорело. Из исторической справки Белоярская средневековая крепость – первый укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края и положивший начало его присоединению и освоению российским государством. Активисты воссоздали ее и устроили музей под открытым небом. Там также проводили колоритные фотосессии и устраивали исторические реконструкции. С точки зрения исторической ценности, конечно, нынешняя Белоярская крепость именно большой ценности не имеет. Но это именно что очень удачная реконструкция. И туда вложен труд подвижников, энтузиастов, историков в том числе. И поэтому, конечно, для них и в целом для исторического сообщества нашего края – это большая неприятность. Причины пожара на данный момент устанавливаются. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Причины пожара на данный момент устанавливаются.